Мы готовы. Общественные приемные партии «Единая Россия» в Пскове. Спортсмен, музыкант, меценат. Вы удивитесь, но все это один человек. Юрий Юрьевич Сорокин. Юрий Юрьевич, здравствуйте. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Олег. Юрий Юрьевич, буквально на этой неделе, в понедельник, завершилась объявленная президентом России Владимиром Путиным нерабочая неделя. Для кого-то это был меню отпуск, кто-то, вероятно, может успел отдохнуть. Мой личный пример и многие мои знакомые продолжали работать в эту неделю. А на Вашем предприятии какую это была неделя, выходной или продолжали работать? Наши предприятия относятся к предприятиям, которые являются предприятиями беспрерывного цикла. Поэтому у нас есть разрешение на работу, и мы работали в полном объеме, потому что то, что мы производим, продукция наша производится для всей страны. Мы производим обувь специального назначения, и поэтому прерывать производство специальной обуви мы не можем. Потому что у нас есть длительные контракты, они идут на снабжение по охране труда на предприятии, также медицинское учреждение это идет, поэтому наши предприятия все эти дни работали. Но в офисе поменьше людей работало, а вот основное производство, мы говорим об основном производстве и процессе отгрузки товаров, все было без изменений. Юрий Ильич, я, может быть, удивлю наших радиослушателей этой информацией, но по своему первому образованию Вы врач-эпидемиолог. То есть Вы можете рассуждать на тему COVID-19 вполне профессионально, в отличие от всех остальных диванных эпидемиологов, которых сейчас очень много в социальных сетях. И, ну, конечно, первый вопрос и основной, как вот в эпоху, новую ковидную эпоху в этой реальности выживает малый бизнес в Ваше предприятии? Действительно, так случилось в моей жизни, я врач, и по специальности я врач-эпидемиолог, Вы представляете, как раз все, что это происходит, это мне казалось сначала, вот год назад, когда все это началось, уже больше года, полтора года, мне казалось, что все идет, все известно, все знакомо, много было удивлений, что почему люди не понимают, почему не применяют те или иные шаги, чтобы как-то сдержать заболеваемость. Но мы все должны учиться, мы должны понимать, что возбудители – это живые организмы, для которых мы являемся средой обитания, и они борются со существованием, выживанием за счет того, что они живут среди нас и в нас. Поэтому мы должны учиться вместе с ними, они хотят сохранить свою жизнь, мы должны сопротивляться тому, чтобы они не использовали нас как среда размножения. Поэтому, конечно, сейчас, на данный момент, многие представления о классическом процессе эпидемии, они меняются, конечно, потому что меняются возбудители, меняются мировоздействия на возбудители, меняются методики лечения людей, меняются технологии вообще проведения диагностики, проведения лабораторных каких-то исследований по поводу определения тяжести заболеваний. Поэтому все это вносит коррективы в текущий классический образ эпидемического процесса. Поэтому, конечно, мы сейчас себя учимся, наблюдаем и должны понимать, что мы боремся с живыми организмами, и нам нужно иметь терпение на то, чтобы приобрести опыт борьбы с ними. Но я уверен, я уверен, что мы победим, и, конечно, мы сильнее этого ковида, и правда будет за нами, и когда-то это все кончится, но я думаю, это кончится не завтра, надо еще потерпеть. Известны классические способы сдерживания распространения инфекции. Это сокращение социальных контактов. Всегда было в истории, если ты не хочешь повстречаться с возбудителем, с микробом или с вирусом, ты не должен находиться там, где он есть. Как правило, он находится за пределами твоего места обитания. Поэтому вот этот способ приостановки, сокращение социальных контактов, остановка некоторых предприятий, те, которые можно останавливать, это вынужденные меры, с которыми мы должны мириться, потому что ситуация складывается так, и никакие власти, администрации, депутаты в этом не помогут. А вот ваше медицинское образование как-то помогает вам в профилактике этого заболевания? Отличный вопрос, Олег, рассказываю. Я считаю, что я как бывший врач-инфекционист-эпидемиолог, и раньше это называлось санитарно-эпидемиологической станцией, там просто вот методы борьбы с инфекциями были простые, понятные и не очень дорогие. Я дезинфицирую, уже полтора года дезинфицирую весь завод. Там, где люди находятся и даже не находятся, мы все обрабатываем детсредствами. И я думаю, это одна из ступеней, которая помогает в борьбе с инфекцией. Затем мы все помещения, где находятся люди, приобрели оборудование для ультрафиолетового свет, которое все понимают, о чем мы говорим, обеззараживает кабинеты. Поэтому у нас везде есть эти приборы. Я вел каждые два часа, люди должны покинуть рабочие места и пойти на улицу подышать, открыв при этом все окна, двери, проветрить помещение, включить оборудование, которое дезинфицируют. Проводится самообработка помещений, и люди гуляют минут 15 по улице, отдыхают. Потом снова возвращаются. И так вот несколько раз в течение рабочего дня. Затем мы сейчас активно, сначала очень плохо люди хотели вакцинироваться, но потом все-таки люди все больше и больше. На сегодняшний день мы приблизились к отметке 60%. 59% из 750 работающих у нас прошли вакцинацию. Есть ряд сотрудников, которые имеют убедительные документы по медицинскому отводу, медицинские противопоказания есть. Но я думаю, что мы будем стремиться к 70%. Люди начинают понимать. Введение QR-кодов стимулирует то, что люди хотят пойти в какие-то общественные места, участвовать в каких-то, не перерывать свой обычный образ жизни, и вакцинируются, приобретают эти QR-коды, и тем самым это тоже стимулирует на увеличение количества людей, которые хотели бы сделать прививки. Я глубоко убежден, что прививка – это нужное и полезное дело. Все вот эти околонаучные рассуждения о том, что вакцина – это что-то такое, которое зомбирует, это совершенно просто разговоры. Чипируют – это просто разговоры на уровне кухни. Поэтому обязательно нужно делать прививки, потому что в России всегда была очень сильная школа науки по иммунологии, и мы всегда делали вакцины сами, мы никогда их ниоткуда не брали. Мы всегда вакцины делали сами. В Советском Союзе, потом в России, и вакцинировали население сами. И благодаря вакцинации спасено огромное количество, миллионы детских жизней. С полиэмилитом как боролись? Дети умирали. Когда появилась вакцина, дети перестали умирать. Оспа. Оспа побеждена. Интересно, а раньше никто не спрашивал в школе, да, всем делали прививку от Оспы? Ну, график государственных прививок, государственный график прививок, по которому дети, ну, в основном в большинстве 99% делали эти все прививки, и наши дети живы и здоровы. Были, конечно, есть дети, которые имеют медотводы, все нужно, врачи понимают, кому можно делать, а кому нельзя. Нужно все, конечно, с врачами консультироваться. Прививка – это хорошо. Юрий Юрьевич, Вы упомянули, что до 60% работников Ваши предприятия уже вакцинировано. Я так понимаю, что этот процент будет увеличиваться, но изначально люди не очень охотно прививаются. Вот первый вопрос, почему, на Ваш взгляд, с чем это связано, и второй, как их побуждать к тому, чтобы прививались, кроме QR-кодов. Личным примером, Вы сделали себе прививку? Я, безусловно, сделал прививку в марте этого года, когда вот началась активная иммунизация населения, сделал, все нормально. Я никогда никого не заставлял. Я призывал, я призывал, так же, как сейчас, объяснял, что нужно делать, почему, что такое вакцина. Что вакцина – это можно представить себе, ну, это ослабленный возбудитель, ослабленное существо, которое не может тебя заразить так, чтобы ты сильно заболел, и ослабленный организм вызывает легкую степень заболевания, которую, если Вы заболеете, если заболеете, легче лечить. Не нужно будет Вас госпитализировать и тем более искать для Вас кислород. Речь идет о том, что вакцинация, она не гарантирует 100% спасения. Но маленький процент, который заболеет после вакцинации, они не будут иметь тяжелых последствий, не будет тяжелого течения заболевания. Мы должны все это понимать. Поэтому у нас на предприятии никаких силовых методов, угроз каких-то. Отстранения от работы. Отстранения от работы у нас не было. Все шло эволюционно. Я все время говорил, все мои подчиненные, руководители, объясняли персоналу, что это необходимо, что это нужно. Кому-то на совесть давили, кому-то просто призывали. Кому-то личным примером. Когда я сделал прививку, это особого энтузиазма не вызвало у людей, потому что все равно говорили, а-а-а, он там колол себя. Либо писали по-разному. Либо какую-то специальную вакцину, либо воду просто ему кололи. Всякие были. Но я колол два приема вакцин. Более того, две недели назад я сделал ревакцинацию. А по показаниям каким-то? Нет, просто сделал ревакцинацию. И до сих пор жив. Хвост у меня не вырос. Волосы на ладошках не росли. Чип не обнаружен. Поэтому все это вредности, досужие разговоры. Пока у нас, к сожалению, в целом в стране и в городе не сформировалась достаточно прослойка людей вакцинированных, я так понимаю, что у нас статистика по заболеваемости в ближайшее время, наверное, не упадет. На Ваш взгляд, какие меры может еще предпринять государство, чтобы побудить людей с одной стороны прививаться, и с другой, в принципе, как-то, может быть, еще что-то предпринять, чтобы победить ковиды? Я думаю, жестких мер здесь ни в коем случае применять нельзя. Должна быть все-таки такая мягкая сила идти, путем убеждения. Должны вот люди, известные люди, говорить, что мы провакцинировались. Показывать личным примером, что они это делают. Показывать через какое-то время, что они живы и здоровы. Рассказывать, популяризировать. Не распространять. Вот пресса должна занять конструктивную позицию. Мне кажется, не распространять случай, когда кто-то сделал вакцину, и заболел, и муссировать это. Вот это из миллионов один заболеет, кто вакцинировался. А люди склонны слушать такие вещи, что сделал кто-то вакцину, заболел. Сделал вакцину, заболел. Но никто не пишет, как заболел, что он заболел легко, а просто пишут, заболел. Людей это, конечно, пугает, настораживает. И те, кто далеки от медицины и не понимают, что такое вакцина, нам их страхи понятны. Человек не хочет, чтобы ему что-то в организм вливали. Понятно. Но ситуация вынуждена. Мы должны подумать о себе, мы должны подумать о своих родственниках, об окружающих, проявить социальную сознательность. Поэтому только такой мягкий, мягкая сила, мягкий способ. Никаких нельзя, вот, жестких ограничений. Локдауны показали правительство. Государство понимает, что локдаун приводит к еще худшим последствиям. Вот как раз про локдаун я и хотел спросить следующий вопрос. Буквально у нас соседняя Латвия очень близко, да, и там как раз жесткий сценарий, полный локдаун, я так понимаю, на месяц, там с комендантским часом, с остановкой почти всего, что только можно остановить. На ваш взгляд, ну, на мой взгляд, исключать полностью такой сценарий в России, ну, с учетом нынешних показателей, тоже нельзя. А как это скажется на бизнесе, если все-таки произойдет? Вот, как я уже повторяюсь, что локдаун приведет к экономическим последствиям, причем к тяжелым экономическим последствиям. Я думаю, что Латвию нам приводить в пример не стоит, потому что у них система здравоохранения нам неизвестна. И просто есть опыт вот за эти полтора года, которые вакцина гуляет по миру, что не хватает койко-мест, и чтобы сократить, как-то спастись провал медицины и здравоохранения, вводится локдаун, чтобы сократить количество контактов и чтобы уменьшить приток больных в больнице, на койке, именно тех, которых нужно укладывать. Видимо, в Латвии, я подробности не знаю, но, видимо, у них система здравоохранения просто не могла справиться. У нас пока все под контролем, у нас высокая заболеваемость, но есть, намечаются тенденции к снижению этой заболеваемости, к стабилизации процесса. И я уверен, что не за горами, не завтра, конечно, но не за горами. Надеюсь, уже к Новому году у нас пойдет регресс, обратное снижение количества выявлений заболевших, и тем более тех, кто поступает в стационарные учреждения. Вам, как медику, конечно, виднее, я надеюсь, что именно так и произойдет. Но в случае, например, тех же нерабочих дней и введения QR-кодов, малый бизнес, ну, например, гостиницы, которые заполняются на 50%, общепит, который может пускать только людей по QR-кодам сейчас обслуживать, несет ощутимые потери, естественно. Должно ли государство как-то помочь бизнесу в этой ситуации? — Ну, безусловно, мы его граждане, государство, мы же понимаем, что государство для нас, для людей. — Если оно социальное, да. — Да, они, конечно, должны помогать, и они помогают. И способы помощи. Помощь никогда бывает достаточной, согласитесь, что не бывает она достаточной. Всегда мы скажем, что мало дали, мало помогаете, не можете справиться с инфекцией. Это все справедливые вещи, которые люди всегда будут говорить, и сколько бы ты ни помогал, все будет казаться, что не так помогаем, мало помогаем и не тем помогаем. Но, тем не менее, сейчас вводится, вот, в прошлом, сравнить в прошлом году ограничения, которые вводили, да, у нас в области, и сегодня это разные вещи. Все-таки работали, все-таки понимаем, что останавливать полностью нельзя, что локдаун должен быть контролируемый такой, дозированный, и лучше его вообще избегать. Конечно, для моего цеха предпринимателя мы испытываем проблемы. Мы тоже, хотя и работали, но испытываем проблемы, потому что реализация нашей продукции проходит в том числе в магазинах розничной торговли, которые испытывают сейчас ограничения с покупателями, потому что у кого-то есть QR-код, у кого-то нет, кому-то можно войти в магазин, кому-то нет. Это тоже накладывает отпечаток. Но мы должны понимать, что это вынужденная ситуация, мы столкнулись с невидимым врагом, с которым мы сейчас боремся. И борьба с ним непростая. И вот я еще раз призываю к социальной солидарности, что нет другого способа, если не вакцинироваться, нет другого способа, если сократить социальные контакты, сократить свои количество поездок за пределы региона, сократить уже поездки, потому что в разных регионах все по-разному. И вы можете в совершенно неожиданном месте столкнуться, даже буднейшим вакцинированным, столкнуться с таким количеством возбудителя, который пробьет ваш иммунитет, и вы заболеете. Юрий Ильич, с учетом всех этих ковидных сложностей, которые уже практически два года длятся во всем мире, любому бизнесу объективно сложнее выживать и конкурировать с той же Юго-Восточной Азией. Как у вас это получается? В чем секрет успеха Нормана? Я не скажу, что борьба идет остро, конкуренция идет, я бы сказал, жестокая. У нас, конечно, бренд становится известным, но пути достижения этой известности, они просты. Мы стараемся делать то, что делаем хорошо, на совесть, стараемся учитывать пожелания наших потребителей, покупателей. Всегда у нас мониторят, что хотят люди, вносим поправки, если что-то людям не нравится. Всегда прислушиваемся к мнению наших покупателей и клиентов, и тем самым делаем продукцию все лучше и лучше. Завод приобретает самые современные технологии. Вот если посмотреть оборудование, которое у нас на заводе, это просто самый топ. Я все время покупаю, стараюсь покупать самое дорогое, не экономить на качестве, потому что покупая некачественное оборудование, например, в Китае, многие подаются соблазну купить дешевое технологическое оборудование и получают соответствующий продукт. Мы покупаем самое дорогое технологическое оборудование европейских стран, которые, к сожалению, являются лидерами. Почему? Потому что мы этого не делаем, и мы вынуждены покупать оборудование за рубежом, это Германия и Италия, и производим продукцию самого высокого качества. Я иногда даже в социальных сетях размещаю то, что мы делаем. И, судя по откликам, людям нравится, интересно смотреть то, что мы делаем, потому что это делается с любовью, качественно. Мы все время разрабатываем новые и новые модели нашей продукции, учитывая спрос на рынках, и стараемся быть, конечно, хотя бы в нашей стране на уровне. Но пандемия как-то изменила спрос на продукцию? Он стал выше, ниже? Какие-то отдельные товары или позиции большим спросом пользуются? Ряд продукций увеличился. У людей появилось больше свободного времени. Это охота, рыбалка. Увлечения такие, у кого есть, они стали больше покупать. Охота, рыбалка у нас сейчас на подъеме, потому что люди предпочитают ходить не в торговый центр, а куда-то на природу, или за грибами, или на рыбалку, или на охоту. И они приобретают продукцию, которая подходит для этих условий. Юрий Юрьевич, насколько я помню, в прошлом году Ваше предприятие начинало выпуск средств индивидуальной защиты, масок. Насколько успешен был этот опыт, и планируете ли Вы его продолжать? – Прямо скажу, я покрываюсь холодным потом, когда вспоминаю, когда весь завод делал маски, и мы пытались выжить на этих масках. Я Вам прямо скажу, если бы мы еще пару месяцев поделали маски, завода Нордманова больше не было. Это должны делать заводы автоматы. Когда маски шьют женщины, 200 человек шьют маски, ручная работа, маска дешевой быть не может, невозможно. – Зато качество не может. – Зато качество не может. – Качество, да. Поэтому это удел автоматов, которые делают миллионами пар в неделю. И сейчас проблема масок уже решена. Слава Богу, что мы не участники этого процесса. Но да, в свое время мы быстро начали производство защитной одежды масок в том числе. – А в какие регионы сейчас поставляется продукция Псковского завода? – Без ложной скромности скажу, есть такой регион, США, Канада. Даже туда поставляем, не говоря о том, что вся страна во всю страну. – А за рубежом, кроме США и Канады? – Это бывшие страны СНГ, бывшие страны Советского Союза, скандинавские страны. – Напомню, Вы слушаете программу «Собственные персоны». В гостях у нас Юрий Юрьевич Сорокин, депутат, вице-спикер областного собрания, производственник и медсенат. Юрий Юрьевич, есть такая известная фраза, которую эффективный менеджер 20 века произнес. «Кадры решают все». Многие производственники традиционно жалуются на то, что с кадрами, особенно с рабочими специальностями, все очень плохо, и в регионе в целом, и в городе Пскове особенно. Как Вы решаете эту проблему? Где Вы находите кадры для предприятий? Есть ли кадровая проблема? – Нигде не решаем, никак не решаем. Мы фактически столкнулись с невероятным кадровым голодом, и фактически этот кадровый голод, прямо скажу, не позволяет нам развиваться дальше. Мы можем увеличить объемы производства, но сталкиваемся с проблемой нехватки кадров. Причем кадров не только ИТР, инженерно-технический персонал, но и просто работники конвейеров, работники складов, офис-менеджеры. Проблема, полная проблема, людей не хватает. И это, кстати, нужно решать на государственном уровне, решать эту проблему. Есть возможность развиваться, я говорю, конечно, о предприятии Нордман. У нас есть возможность развиваться, не берусь судить, как прямо у других, острая нехватка. Но в нашем цехе предпринимательском, руководителе, у всех бытует вот эта проблема, что не хватает людей. Мы фактически сейчас занимаемся, переманиваем друг у друга коллективов. Ну, если не коллективов, то специалистов. – Отдельных специалистов. – Да, отдельных специалистов, просто людей. – За счет зарплаты. – Люди и выиграют. Но есть понятие рынок труда, мы все равно не можем умножить зарплату на три. Но вот на нашем предприятии с сентября по сегодняшний день планомерно идет повышение. Вот в сентябре мы повысили 15% нижнему персоналу, рабочим конвертам. – Сразу на 15%? – Да, на 15%. Мы считаем, мы считаем, что, ну, я считаю, что вот сначала нужно поднимать заработную плату рабочим, а потом уже вот руководителем. Поэтому сейчас вот по графику до конца года весь коллектив будет проиндексирован и всем будет увеличена зарплата. Это как один из способов удержания коллектива, создания условий максимально комфортных для работы. И сейчас вот если прийти на предприятие, мы кормим людей, то есть человек приходит на смену, ему привозится еда. Ставим автоматы для чая, кофе, светлая раздевалка, одежда, вот все, что можно сделать для сотрудника, чтобы ему было комфортно на работе, мы это все создаем. Но нужны новые люди, нужны новые кадры, и с этим бороться просто не знаем, как решать эту проблему. — Юрий Юрьевич, буквально в сентябре завершились выборы в Псковское областное собрание депутатов. Вы один из немногих старожилов псковского парламентаризма. Пришли политику еще в далеком 2004 году, выиграв выборы в Государственную Думу, в Городскую Думу. Насколько я помню, отработали там два срока, да, и после этого с 2010 года выигрываете выборы в одномандатных округах в областное собрание депутатов. Вот в сентябре снова уверенно победили своих конкурентов по одномандатному избирательному округу. И, ну, понятно, что из серьезных наблюдателей мало кто сомневался в этом успехе. Но, тем не менее, эта кампания проходила по-новому, по нескольким причинам. Потому что и нарезка округов, насколько я понимаю, изменилась, их стало меньше. И опять-таки та же пандемия тоже как-то повлияла, наверное, на избирательную кампанию. Насколько, на ваш взгляд, она отличалась от предыдущих кампаний, с учетом вашего опыта? Была более сложной, может быть, наоборот, более простой для вас? — Да, действительно, выборы закончились. Я только фактически недавно отошел от этих баталий. Выборы в этом году, в этом сезоне, в этом созыве были очень напряженные, интересные и совершенно с неожиданными результатами. Я вот вам честно скажу, что я совершенно... Спасибо вам за добрые слова, что вы сказали, что я уверенно победил. Ну, я вот оценивать мою победу, вы знаете, совершенно расстроен был невероятно. У меня в 2016 году, предыдущий созыв, я набрал 51 с лишним процент от числа пришедших на выборы. В этот раз я набрал 38 с копеечками. И мне просто было страшно. Я за весь созыв за пять лет истратил на округ больше 10 миллионов рублей, покупая спортивные площадки, детские площадки, ремонтировал все и все, отправлял коллективы на соревнования, на концерты, на конкурсы какие-то. Ну, очень много что делал, а результат с такой резкой снижением 38%. И когда я посмотрел список людей, которые со мной участвовали в выборах, ну, мои конкуренты по другим партиям, я посмотрел, если бы там 2-3 человека объединились, я бы не был депутатом. 38% — это 6 тысяч голосов. Из 40 тысяч избирателей, конечно, я очень грустил. Я понимаю, что, все равно, победа есть победа, но для меня вот казалось, что все-таки больше 50%, я чувствую себя более легитимным, так сказать. Так сказать, вот это все можно сказать. Вот я, может быть, я критичен в своих оценках, но я был расстроен таким результатом. В обществе что-то происходит. Я, когда вот стал анализировать, что уже детские площадки, спортивные площадки, людям это неинтересно, они воспринимают это, как это так и должно быть. И они правы. Ведь, в принципе, не депутат должен ставить площадки и отправлять коллективы куда-то. Наверное, все-таки это должны заниматься другие люди, которым это поручено все делать. И люди справедливо говорят, что если я живу во дворе и плачу налоги, почему детская площадка у меня не стоит? Она должна стоять в каждом дворе. Почему спортивная площадка стоит там, вот в том районе стоит, а у нас здесь не стоит? Вопросы справедливые, конечно. И когда-то я посмотрел результаты выборов, я смотрю, люди голосуют за те партии, которые впервые участвуют. И они набирают больше партий, которые уже давно участвуют в выборах. Это просто было шоком. Когда партия впервые образовалась, впервые участвует и набирает больше, чем партии, которые давно участвуют в выборах, широко известны. Ее возглавляют известные люди. Просто поразительно, конечно. И здесь нужно есть время, чтобы мне понять, что нужно делать дальше, что люди хотят, быть полезным. Там, где они хотят, чтобы я был полезен, чтобы в следующий выбор, если я буду участвовать, чтобы подойти с решением их насущных вопросов, которые для них интересны, когда они придут и проголосуют не 38%, а больше. Я претендую на 50 с лишним. Это прекрасная цель, Юрий Ильич. Но, с другой стороны, Вы говорите о том, что впервые выступающие партии набирают неожиданно большое количество голосов. В принципе, это довольно объяснимо, потому что есть определенная, вероятно, усталость избирателей от традиционных партий, которые уже давно на политической арене. Ну и такое отчасти протестное голосование уходит в сторону новых лиц, новых партий, которые пока никак себя не проявили, но в этом их плюс, он же и минус, по большому счету. В Вашем случае Вы опытный политик, я думаю, что Вас на округе все знают, но в то же время Вы не так называемый тефлоновый кандидат. Знаете, есть кандидаты, учителя-врачи, которых принято считать, условно, называть тефлоновыми, потому что избиратель охотно за них голосует. Что должны предложить... А, и у Вас, с одной стороны, большой перечень добрых дел, да, сделанных по округу, а с другой Вы узнаваемы, но от этого может быть определенная тоже усталость избирателей накапливается. Люди хотят перемен, такой запрос тоже есть. Как выиграть такому кандидату на округе? В чем успех, в чем секрет Вашего личного успеха? Ну, вот, как я уже сказал, я не считаю, что это большой успех. Я выиграл, но выиграл, можно сказать, с небольшим отрывом. Некоторые комментируют, что я выиграл с большим преимуществом, но можно сказать, что с большим преимуществом по сравнению с теми, кто занял последние места. Но я еще раз хочу повторить, что если бы там 2-3 кандидата объединились, но они не способны на это, потому что, кажется... Да, это нереально в нашем случае. ...хотят пойти туда, на Некрасова, занять кабинетом, получить какой-то портфель и что-то делать. Вот непонятно что, и даже, по-моему, не понимаешь, куда они идут и зачем они туда идут. А вот эта усталость людей, я согласен, что люди, наверное, устали от этого, но мы должны понимать и людям объяснить, что Единая Россия – это тот инструмент, та партия, которая решает все вопросы фактически. И люди, которые... партии, которые говорят что-то ниже, они повторяют, и что они говорят-то? Давайте откроем приют для кошек и собак, давайте не будем вырубать деревья. А что Единая Россия говорит, что давайте вырубим все деревья? А что мы говорим, давайте кошек и собак всех отправим в космос? Мы же такого не говорим. То есть идет вот сказать-то нечего, по большому счету. И фактически люди хотят заменить то, не зная, что получат взамен. И вот это неправильная, на мой взгляд, позиция. Неправильная позиция. Не зная, что вы получите, голосовать за тех людей. А люди приходят, они не знают. Я вам точно говорю, люди приходят, они не знают, зачем они приходят и участвуют. И воля судьбы они вдруг оказались среди них. Это уважаемые, конечно, люди. Их все, молодцы, выиграли. Но что они нам скажут? Они будут делать то, что мы скажем. Юрий Юрьевич, я напомню нашим радиоуслушателям, что впервые избирательная кампания Псковско-областного собрания седьмого созыва проходила по новым правилам, по новому законодательству. В предыдущем созыве было 44 депутата, а в текущем осталось только 25 человек. Как вы считаете, сокращение числа депутатов пошло на пользу областному собранию? Комфортнее работать вот в таком усеченном составе? Я думаю, однозначно комфортно. Сейчас в зал, когда первая сессия была, зашли даже удивительные дела. Так мало людей в зале находится. Все-таки существенное снижение количества депутатов. Я думаю, это пошло на пользу. Это повышает ответственность работы депутата, повышает, насколько можно, так сказать, авторитет депутата, если это можно, так сказать. Но за всю эту историю парламентаризма в нашей стране, на мой взгляд, Олег, я считаю, что если будет депутатов 11 человек, работа не встанет, и все будет так же. А лучше два. Два депутата. Я и Котов. Тогда не будет квалифицированного большинства. А 44 депутата было в прошлый раз. Ну, там больше вариантов. Сейчас 26 – это тоже четное количество. Два – тоже четное. Поэтому это, может быть, конечно, так я упрощенно говорю. Я к тому говорю, что мы, в принципе, депутаты парламента, парламенту, наш региональный парламент, количество не очень зависит на качество работы. Если там будут профессионалы и люди, которые понимают, зачем они туда идут, и понимать, каждый будет понимать, что он делает, и какая ответственность на него взваливается, то количество депутатов не имеет прямой зависимости. Поэтому для нашего региона 44 депутата было когда. Ну, это просто перебор явный. И в свое время это было принято для того, чтобы, ну, известные люди нашли себе место на улице Некрасова. Теперь вот осталось 26 депутатов. Ну, будем работать. Там люди вроде бы все собрались деловые, имеют какие-то цели. Ну, просто цели трудно реализовать. Не просто это все реализовать. Мы все-таки должны не мешать работать исполнительной власти. Я глубоко убежден, что исполнительная власть – это у нас лидер. Мы должны ориентироваться на президента, и он у нас является связующим звеном, который направляет нас и говорит, что нам нужно делать и как. Если в парламентах будет шатай-болтай, все будут высказывать свое мнение, против, то это, я думаю, неправильные, неконструктивные позиции, которые будут мешать работе. И это рано или поздно скажется на уровне жизни людей. Поэтому я считаю, что когда вот сейчас ситуация «Единая Россия» в большинстве, мы можем спокойно принимать решения, которые полезны государству, полезны нашему региону. И я убежден, что то, что мы сделали за эти многие годы, оно было на пользу нашему региону. Вот с этим я готов спорить с любым, что мы делаем пользу. Были моменты, когда мы принимали непопулярные законы, но это была вынужденная ситуация. Это была вынужденная ситуация, когда по-другому было сделать нельзя. Нельзя все время как бы давать что-то. Мы как-то иногда должны сдерживаться. Поэтому больше было хорошего, но были, конечно, и законы, которые не очень были популярны, оценены. Но так вот случилось. Юрий Юрьевич, Вы очень важную мысль, на мой взгляд, сартикулировали о том, что каждому депутату важно понимать, зачем он идет в областное собрание, неважно, в городскую думу, идет в депутатскую деятельность. Объективно, конечно, в 90-е, начале 2000-х это был очень почетный статус депутата областного собрания. Сейчас, казалось бы, с одной стороны, с уменьшением количества мандатов, удельный вес каждого подрос, но с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в современной реальности в нашей стране и в регионе в целом, действительно, депутатский статус уже не какая-то привилегия, которая открывает широкие возможности, например, для лоббирования бизнеса. В этой связи, конечно, возникает вопрос, Вы уже три срока, четвертый срок получается в областном собрании, Вы для чего идете в депутаты? Зачем Вам этот статус? Вы правильно сказали, что не все понимают, и самое главное, что не все смогут, потому что процесс реализации своих инициатив, он должен проходить через парламент. Сейчас схема принятия решения такова, что путем голосования принимается то или иное решение, и поэтому мимо нас ничто не пройдет. Поэтому вот сейчас эйфория у многих кончится, и они поймут, что нужно либо быть полезными и соглашаться с нами, голосовать вместе с нами, и принимать бюджет, который мы скоро должны принять, либо опять кричать против этого бюджета, но пользоваться всеми благами, которые Единая Россия проголосует, и будет все это применено в регионе. Вот я считаю это совершенно неправильно и просто вызывает удивление. Находится парламентская партия, которая у них голосует за принятие бюджета, и потом живут с этим бюджетом. Это не совсем правильно. Что я могу на своем месте сделать? Я так же, как и раньше, безусловно, буду, кто ко мне приходит, кто находит меня, я буду помогать, потому что мне нравится помогать, и это я говорю от чистого сердца, не потому что я вот такой человек. Мне нравится помогать. Мне нравятся музыканты, обращаются ко мне, отправьте нас на конкурс музыкальный, я их отправляю на конкурс музыкальный. Купите нам инструмент, у нас вот кто-то сломался, я им куплю инструмент. Настройщика нет, я найду настройщику, он им настроит рояль. Мне нравится это делать. Евгений Вильевич, миссия замечательная, помогать людям. Я думаю, что такой должен руководствоваться каждый, конечно, депутат, или вообще любой человек, который идет во власть. Но вы не просто депутат, но и один из руководителей регионального парламента. На первой сессии 30 сентября коллеги избрали вас заместителем председателя областного собрания. Любопытно, что, по-моему, впервые в истории Псковского областного собрания у представителей оппозиционных партий нет никаких должностей в текущем составе областного собрания. То есть все основные должности председателей комитетов, вице-спикеры достались только «Единой России». С чем это связано? Это такой подход «Единой России», да, мы выиграли выборы, все портфели мы должны поделить у себя между собой. Или просто, не знаю, у оппозиции нет достойных кандидатов? Ну, сказать, что у оппозиции нет достойных кандидатов, конечно, это будет неправильно. Там все люди достойные, потому что все-таки в депутатах, пусть некоторые, как я сказал, волею судьбы оказались депутатами. Но тем не менее люди, которые в партиях были лидерами, около лидеров, это все достойные люди. Люди с амбициями, люди с сознанием, умениями какими-то, которые мы еще не у всех знаем и определили. Ну, если мы боролись, если мы партия победителей, победили, имеем ли мы право, победитель забирает все. Ну, это закон жизни, который отменить очень трудно, но мы готовы поделиться, и в течение пяти лет предстоящих может все измениться. И часто, если вы вспомните предыдущий созыв, там ротации были всякие, руководители менялись, и буквально разительные были изменения и перемены. Я думаю, в новом созыве что-то будет происходить, потому что жизнь идет, кто-то не захочет что-то делать, кто-то захочет что-то делать, кто-то окажется очень человеком интересным, который будет генерировать какие-то полезные идеи и будет полезен и собранию, и региону в целом, и тем более людям. И можно придумать какие-то новые комитеты, новые какие-то комиссии, всем можно дать задания. Нельзя просто давать задания или портфели ради того, что человек там находится в собрании, он носит звание депутата. Вот так нельзя поступать. Поэтому сейчас мы сделали такую схему руководства, вы правы, что практически все находится руководство в руках Единой России, но мы считаем, что все руководители, которые из Единой России, это ответственные люди, имеющие большой опыт работы, знающие эту работу, и мы точно не навредим. Есть расхожее выражение, которое приписывает Борису Грызлову, парламент не место для дискуссий. Вот сейчас у Единой России в областном собрании и большинство, а остальные фракции у нас, кроме КПРФ, по сути, монофракции, состоящие из одного человека. Вот при таком раскладе, при таком соотношении сил в региональном парламенте останется место для дискуссий, для плюрализма мнений? — Всегда найдется время поговорить. Очень много тем, которые резонансны в обществе. И вот взять на прошлой сессии мы обсуждали телефонную связь, организацию телефонной связи в регионе. Ну разве она была... Все высказывались, бурные были дебаты, поэтому я считаю, что всегда найдется тема, когда мы можем порассуждать, поразговаривать, выплеснуть свои эмоции, высказать свое мнение на любой практический вопрос. Поэтому звучит красиво, что не место для дискуссий, но это нужно понимать, что парламент — это осознанная необходимость и осознанное ограничение. Нельзя быть в парламенте просто так рассуждать и просто так критиковать, не предлагая ничего. И слышали такие первые, не буду называть фамилии, от кого. Я обозначаю проблему, а вы решаете. Это не подход. Обозначил проблему — предложи свое решение. Я считаю, что современный депутат должен предлагать пути решения. Пути решения. Как сделать, что ты предлагаешь? Не просто раздайте деньги или заберите у того деньги, отдайте тем деньги. Ну так нельзя рассуждать. Мы должны понимать, забрав где-то, мы отняли у кого-то. — За время работы областного собрания сложилась уже такая традиция. Есть механизмы, площадки для выражения собственного мнения для всех депутатов, которые находятся в составе областного собрания. Это так называемые 15-ти минутки гнева. Перед сессией каждый депутат имеет возможность выйти к условно открытому микрофону. И не обязательно, кстати, предложить, как вы говорите, некое решение проблемы, а в том числе и обозначить ее. В таком случае, на ваш взгляд, нужны ли вот эти 15-ти минутки? Или это просто парс-свисток, что называется? Вышел, попиарился, обозначил проблему, а как ее будут решать, мне неинтересно. — Я считаю, вот это выплескивание гнева в публичное пространство — это неправильно. И хорошо, что это убрали, потому что то, что говорили, это просто было некрасиво и неприятно слушать. Фактически были какие-то антигосударственные лозунги. У меня есть предложение. Пойти в спортивный магазин, купить, там сейчас продаются чучело в виде человека, написать «Единорос», или фамилию можно назвать, дать битву, и пускай лопят по этим тубинкам. Это будет лучше. — Эффективнее. — Вы вспомнили про парламентский час, который был посвящен проблемам с мобильной связью. Он состоялся в рамках предыдущей сессии Псковского областного собрания. Парламентские часы, на ваш взгляд, это возможность решить проблему или только обсудить ее? — Каждый парламентский час заканчивается предложениями. И мы все время после парламентских часов получали положительный эффект. Не стопроцентный, но всегда мы имели отклик от исполнительной власти или от людей, которые, допустим, по тематике, которые они оперируют, мы имели отзыв. И всегда это помогало. Первое, что мы освещали, что государственная власть это видит, государственная власть это бьет в колокола, что у нас там что-то не в порядке, неправильно. После этого принимаются решения. Каждый парламентский час, тема, которую там озвучивали, заканчивались конкретными предложениями и решениями. Не скажу, что решалось все на 100% и проблема уходила, но что-то менялось в лучшую сторону. Давайте я закончу. Вспомним, когда у нас был парламентский час по электроэнергии, вот были штормовая погода и прерывания. После этого парламентского часа были приняты решения на уровне северо-запада о изменении инвестиционной политики энергетиков, которые сейчас полномерно меняют кабеля, переводят их на кабеля, которые в обмотке, не голые. Увеличивается приобретение в лизинг техники специальной, чтобы подъезжать к местам обрывов и так далее. Увеличивается количество людей, которые задействованы в аварийных бригадах. И это приносит пользу. После парламентского часа это случилось. Юрий Юрьевич, Вы сегодня тоже уже вспоминали об основном законе, который принимает раз в году Псковское областное собрание депутатов. Это бюджет следующего года. Сейчас работа над бюджетом уже началась? Сейчас документы поступили, буквально на прошлой неделе поступили. Я только отрывочно видел документы. У нас сейчас начинается со следующей недели предсессионная неделя, предкомитеты начинаются. Еще не знаю, когда будет создан комитет, но тем не менее работа начинается. Я думаю, что там нет у нас каких-то тревожных таких моментов, но вопросы есть. А как в целом Вы оцениваете работу двух ветвей власти Псковского областного собрания и администрации Псковской области, в том числе и по подготовке основного документа, по которому будет жить область в следующем году? Я считаю, что у нас на протяжении уже более 10 лет, всю мою бытность, были конструктивные отношения с исполнительной властью, которые позволяли нашему региону динамично развиваться и только слепой не увидеть, что дороги делаются, ремонты происходят. Детские площадки уже устанавливают не депутаты, а устанавливают власть, и спортивные в том числе, помогают всем слоям общества. Поэтому сейчас очень конструктивная стоит работа между парламентом, и это и благодаря составу депутатов, и благодаря ее руководителю Котову Александру Алексеевичу, который умеет построить отношения с исполнительной властью на конструктивных отношениях. И поэтому, я думаю, надеюсь и хотел бы, чтобы в этом созыве у нас были, сохранялись такие же конструктивные отношения, потому что, когда депутаты обращаются в исполнительную власть, как правило, не в 100 случаях из 100, но 80-90% они прислушиваются и исполняют то, что мы, когда мы обращаемся. Это очень важно в нашей работе, когда избравшийся депутат обращается в исполнительную власть с той или иной просьбой, не для себя, а для людей, потому что ему поступают в его приемную просьбы от людей, и он их анонсирует, потому что не все проходит через исполнительную власть. Часто люди обращаются напрямую к депутатам, и этот механизм работает. Но сейчас идут активные изменения для социальной сети, которую вы, наверное, хотели меня спросить, я опередил вас. Социальные сети сейчас вносят, конечно, значительные изменения в работу, и сейчас общественные приемные депутатов становятся не такими актуальными, потому что любому проще дома взять и написать тебе в социальную сеть тот или иной вопрос задать. И задают вопросы таким образом. Выходит вечером на крыльцо, берет телефон, делает фотографию, темно, и пишет, Юрий Юрьевич, что за бардак, на улице темно, дети ничего не видят. Что я сделал? Сразу пересылают этот вопрос в администрацию городскую, и говорю, смотрите, что происходит, действительно темно. Адрес такой-то, двор такой-то. Хотя бы округ ваш, Юрий Юрьевич. Округ хотя бы ваш, откуда жалоба? В этом случае мой. Но вот в социальных сетях в последнее время, в новом созыве, сейчас, два месяца после выборов прошло практически, справедливые жалобы. Сейчас на улице стало темнее, слушайте, но темень в городе, в некоторых местах, конечно, серьезно. Надо поднять такой вопрос перед городской администрацией, что нужно заняться освещением. Действительно, нехорошо ходить в темноте. Затем вот сейчас много вопросов очень. В социальной сети, вот еще раз говорю, не общественные приемы, но вот вроде бы онлайн, не оффлайн, а онлайн. А люди пишут, и нужно отвечать. Причем отвечаешь быстрее. Так раз в месяц прием ведется. А тут тебе написали, все, в течение нескольких часов ты отвечаешь, либо я, либо помощники. Второй вопрос мучают люди лифты. Начали лифты на завилище менять. До первого ноября обещали закончить ремонт. До сих пор не закончили. А это ведь тяжело подниматься на седьмой этаж женщине с сумками, кормить мужа, пришедшего с работы, и детей там со школы или с детского сада. Надо как-то администрацию города пошевелиться и посмотреть, почему так происходит задержка. Уже сегодня 9 число, люди пишут, что лифты не работают. Не везде, конечно, но во многих местах не работают. Там менялись 100 лифтов где-то. Ну и как быстро реагируют власти на такие вот послания из соцсетей? Ну сейчас пишут на сайт уважаемого губернатора, и Ёлкин там ведет репортажи, ему пишут, и Поломской пишут, руководителям города, и всем депутатам, мне в том числе пишут. И, кстати, вот социальные сети, они вызывают реакцию быстрее, ты хочешь сразу ответить. Вот не так, как на приеме в общественной приемной. У меня чуть после этого эфира количество жалоб в социальных сетях, я думаю, увеличится, потому что мы только что подчеркнули их эффективность. Юрий Ильич, Вы также известны как человек, который реализует многие благотворительные проекты в разных сферах, и медикам Вы помогали, насколько я помню, и, возможно, даже сейчас продолжаете помогать, и спортивным федерациям в том числе. И вот, как Вы упоминали, музыкантам. Но мне лично, как житель исторического центра, любопытен Ваш проект по поводу установки малых архитектурных форм на улице Калинина. Я поясню нашим радиослушателям, буквально пару недель назад на улице Калинина появился такой арт-объект, музыкальная скамейка, похожая на фортепиано с зонтиком и так далее. Как вообще возникла эта идея у Вас? Я сам в детстве закончил музыкальную школу по классу фортепиано. Долго-долго не играл, все занимался получением общественного успеха и другого. А потом вдруг стал играть и обнаружил, что все вернулось, техника восстановилась. Руки помнят. Руки помнят, да. А в музыкальной школе я учился хорошо. Мне даже хотели направить, родителям предлагали отправить меня в Гнессинское училище, в Москву. Я лупил по клавишам со страшной силой в детстве, а учился где-то со второго класса общеобразовательной школы по окончании школы. И лупил со страшной силой, но родителям сказал, не-не-не, музыкальное училище и консерватория там это не для меня не хочу. И занялся другими делами. Так вот, этот арт-объект я просто хочу сделать, чтобы было красиво. Я во многих городах это бываю, вижу многие места, где стоят вот такие, такого рода памятники. И люди, туристы фотографируются, им нравятся эти места, вот притяжение людей. И вот мне просто самому захотелось. Там улица Калинина, она входит в туристическое кольцо, которое вот у нас сделали. Прекрасное кольцо, по которому вот даже сейчас эпидемия идет. А в Ноголь приезжает людей, Петербург, Москва, другие города. И мы сами гуляем по этим улицам. И хотелось бы смотреть там не на только крепостные стены, да, но еще их украсивать такими арт-объектами. И я хочу сказать им, дорогие слушатели, что скамейка имела такой резонанс, что даже я удивился. И у меня сейчас другой проект. Люди мне предложили, Юрий Юрьевич, давайте из этого места сделаем музыкальный сквер. Я думаю, надо поддержать эту идею. И сейчас там появится, не могу сказать точную дату, но в обозримом будущем там будет еще один арт-объект больших размеров. Я думаю, вам всем понравится. Не буду говорить, что, чтобы маленькую интригу создать. Но там будет продолжение работ. Я думаю, вам понравится. И с удовольствием буду, конечно, наблюдать за социальными сетями, что вы будете говорить, вносить коррективы в свою работу. И, может, вы скажете там, подскажете мне, что бы вы хотели там видеть. Юрий Юрьевич, вот на этой интригующей ноте я предлагаю закончить наш сегодняшний эфир. Спасибо вам за возможность, за то, что нашли возможность прийти в нашу студию и ответить на вопросы. Надеюсь, до скорых встреч. И всего доброго нашим радиослушателям. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Берегите себя. Все будет хорошо. Новый год будем встречать на улице. Всем до свидания. Все, все хорошо. Не, не, все отлично.